Преподаватель ВБС Ну что, у нас, я смотрю, сегодня такой куларный получается вебинар. Собралось нас здесь около 20 человек. Ну ничего, мы поговорим на коротке, как говорится. Сегодня тема вебинара посвящена преподавателям. Преподаватель ВБС – это одно из главных действующих лиц. И именно с преподавателями нам хотелось бы иметь наилучший контакт. Дело в том, что с библиотекарями волей-неволей мы имеем контакт хороший и личный, и через наших менеджеров. А вот преподаватели ВУЗИ – это те люди, которые обеспечивают, собственно, приток студентов ВБС. Без преподавателя студенты редко по собственной инициативе ВБС ходят. Поэтому нам хотелось бы всегда иметь с преподавателями прямой контакт. Именно по этой причине мы всегда один или несколько наших вебинаров посвящаем нашей работе с преподавателями. И на этих вебинарах рассказываем о том, какие сервисы есть в нашей ВБС для преподавателей. И какие еще сервисы есть, кроме ВБС, которые наша компания для преподавателей предлагает. Для начала не обижайтесь тех, кто ходит ко мне часто. Я некоторые вещи повторяю на каждом вебинаре. Но просто всегда есть люди, которые приходят в первый раз, и они потом задают вопросы. Коллеги, значит, смотрите, я хочу вам показать вот эту вот картиночку. Эта картиночка посвящается тому, как можно включить или выключить окошечко с ресурсами. В этом окошечке, да, вот эта кнопочка наверху у вас есть. В виде открывающейся папки. При помощи этой кнопки вы всегда можете открыть окошечко, в котором хранятся некоторые ссылки и ряд файлов, которые вы можете скачать. Вот в настоящий момент там два файла, которые вы можете скачать. Это план вебинаров на оставшееся время, на октябрь-декабрь текущего года. У нас достаточно обширный план. И второе, настоящая презентация, которую вы можете скачать. И более того, я советую ее вам настоятельно скачать, потому что презентация носит не только вебинарный такой презентационный характер, но и учебный тоже. И некоторые ссылки, которые есть в презентации, их желательно посмотреть не сейчас, по ходу вебинара, а потом, когда вы захотите изучить вопрос несколько полнее. Дело в том, что все темы, о которых мы будем сегодня говорить, они достаточно обширны, и на одном вебинаре их обсудить не всегда представляется возможным. А те ссылки, которые есть в презентации, они позволяют изучить более подробно нашу тему. Давайте переключимся снова с презентацией. Я надеюсь, что с пунктом ресурса все понятно, и вы скачаете все, что посчитаете нужным. Да, я совсем забыл сказать, мои презентации, ну и вообще наши презентации, презентации от Директ Медиа, мы всегда совсем не против того, чтобы вы эти презентации скачивали и использовали потом, ну, желательно со ссылкой на нас. Если необходимо, в ваших целях где-то брали бы отдельные кадры или презентацию целиком и рассказывали о нас уже на своих семинарах где-нибудь, ну, или где-то, где посчитаете нужным. Может быть, на ваших вебинарах. Да, ну и пару слов, да, как я уже сказал, общего характера. Как я уже сказал, план вебинаров можно скачать в виде файла, в виде PDF-файла. А можно зайти на вот эту вот ссылочку. Сейчас я дам ее в чате. Одну минутку. Ну, вот здесь тот же самый план вебинаров, но на ближайший месяц, на сентябрь, октябрь, уже октябрь остался. Что в этой ссылочке лучше, чем в файле? То, что можно на любой вебинар зарегистрироваться. Там есть ссылки с регистрацией. Ну, и следите за нашими рассылками в ближайшее время. В ближайшее время. Ну, то есть, не в ближайшее время, а вообще каждую неделю мы будем высылать вам свежую информацию с записями предыдущих вебинаров и с предложением зарегистрироваться на новые. Да, а пока я хочу прорекламировать завтрашний вебинар, вебинар, который называется «Искусство работы с текстом курса». Это вебинар Татьяны Телегиной. Вот, пожалуйста, регистрируйтесь на него и милости просим на наш вебинар. Он состоится, как всегда, в 12 часов завтра. Ну, что ж, общие слова мы сказали. Давайте теперь по теме пойдем. Она у нас достаточно обширная сегодня. Сначала мы поговорим, собственно, об университетской библиотеке онлайн. Вот так выглядит главная страница. Не будем на этом заострять внимание. Сейчас немножечко поговорим об интерфейсе. А до этого пару слов о нас. Ну, библиотекари нас знают, а если здесь есть, я надеюсь, что здесь есть преподаватели, пару слов скажу. Не в качестве рекламы, а в качестве информации. В настоящий момент у нас более 450 вузов подписчиков. Мы занимаем более 20%, более четверти рынка ЭБС. Мы сотрудничаем более чем с 400 издательствами. Из них 60%, охватываем 60% издательств, так называемые учебные двадцатки, определяющие рынок учебников. В нашей библиотечной системе четверть миллиона книгообращений в год. Более 800 тысяч пользователей, потенциальная аудитория, более почти 2 миллиона учащихся. Один из наших слоганов – это «Больше чем ЭБС». Мы не концентрируемся исключительно на миссии электронной библиотеки. У нас даже, только в нашей ЭБС, есть разные формы электронного контента, такие как, кроме книг, электронных книг, электронных изданий, еще различные формы электронного контента, мультимедиа контент. Мы занимаемся проблемами электронного обучения, и по этому поводу у нас будет примерно через неделю отдельный вебинар. Вопросы детектирования плагиата у нас рассматриваются. У нас есть совершенно открытые проекты, энциклопедиумы «Артпортал». Есть функционал печати книг по требованию. Мы занимаемся продвижением в РИНС наших преподавателей. Не то чтобы как услуга, а как функция нашей электронной библиотеки. Об этом чуть-чуть попозже расскажу. Пару слов о интерфейсе. Ну, слово «новый дизайн» здесь надо понимать, ну, не совсем не такой уж новый, просто как антитеза тому дизайну, который был у нас в прошлые годы. Это настоящий дизайн, тот, который сейчас в электронной библиотеке. Давайте рассмотрим некоторые области. Первая область – это область наших проектов, которые наряду с нашей электронной библиотекой имеют место быть у нас. Вторая область – давайте, может быть, здесь достаточно в малом шрифте написано. Давайте я буду воспроизводить. Вот первая область. Вторая область – это область поиска. Я считаю, что в современной информационной системе поиск – это вообще одно из главных. Можно вообще ничего больше не иметь в системе, только поиск. Ну, у нас, конечно, много еще чего есть, но вот поиск тоже занимает у нас достаточно серьезное место. Третий пункт – это ваш личный кабинет. Это, по сути дела, ряд этих кнопочек – это то, что делает внутренность вашей электронной библиотеки отличным от того, что имеют другие ваши коллеги. То есть все особенности вашей системы, они хранятся под этими вот несколькими кнопочками. Все остальное, в общем-то, одинаковое для всех пользователей. Четвертый, вот эта вот рамочка выделена, это основные наши разделы. Пятый – это разделы контента основные. Шестое – вот это вот. Это просто основные функции нашей системы, выделенные в отдельные кнопки большие. Для быстрого доступа. Ну, и седьмое – это на этом экране, будет еще подвал на следующем слайде. Седьмое – это попросить о помощи в онлайн-режиме. Эта кнопочка есть вообще на всех страницах нашего сайта, и можно пользоваться тогда, когда вы не знаете, что дальше делать. Ну, и нижняя часть сайта – это наши новости, которые я вам предлагаю никогда не пропускать. Там много полезной информации, в том числе и для преподавателей. В частности, о том, какие новые учебные ролики появились, какие вебинары проходят и так далее. Ну, и, собственно, новости контента, новости ЭБС, новости нашей внешней жизни, конференциях и так далее. Собственно, подвал. Вот, здесь есть ряд строк, которые не дублируются сверху. Ну, такие, как тематические коллекции, например. Строки важные, строки меню важные, но наверху им просто не досталось места. Просто имейте в виду, что здесь более полное представление. Есть более полный интерфейс, чем все, что вы можете наверху найти нашего сайта. Да, вот этого уже сейчас нет. Третий пункт давайте просто зачеркнем. А даже если и есть у кого-то, то не используйте это. Старый дизайн, я думаю, устарел полностью и уже не надо им пользоваться. Четвертый пункт – это наши соцсети. Можете перейти на нашу страничку в Фейсбуке отсюда. Ну, и пятое – это кнопки на все наши соцсети. Здесь вы можете посмотреть все наши страницы в Фейсбуке, в Гугл Плюсе, в Твиттере и во Вконтакте. У нас в разных наших системах немножко по-разному ведется, особенно, например, в Фейсбуке и во Вконтакте. У нас совершенно разные страницы, они не дублируют друг друга, они рассчитаны на разные аудитории. Если наша страничка в Фейсбуке, которую я тут прорекламировал в первых строках чата, она больше для специалистов, для библиотекарей, для преподавателей, то страничка Вконтакте, она больше о контенте, о конкретных книжках, которые у нас выставляются в библиотеке и в интернет-магазине нашем. Один из основных элементов любой роли в электронной библиотечной системе – это функционал чтения и работы с текстом. В принципе, обычная, нормальная читалка, функциональная, которой можно нормально пользоваться и читать книжки. Ну, тем не менее, вкратце я пишу функционал. Это вот здесь вот первое, второе, третье – это области, при помощи которой можно листать книжечку, листать постранично, вперед, назад, в конец и в начало, либо указать конкретную страницу. Также эту же операцию можно делать при помощи вот этих вот кнопочек 15, прямо на панели книги. Вот этот вот пункт 16 – это поиск по самой книжке, внутри книжки, в случае, если есть цифровой слой в книжке, если она не является просто картиночкой, рядом картинок. Ну, такой цифровой слой есть почти во всех книжках, поэтому искать можно. Дальше идет ряд кнопок вот этих вот, которые управляют дополнительными режимами. Вот кнопочка 4 – вот эта вот кнопка. Эта кнопка позволяет, это интересная очень кнопка, которая позволяет взять некоторый код, который можно вставить в своем ресурсе, в электронном учебном курсе, в блоге, на своем сайте, и таким образом вставить примерно не более трех страниц вот этого издания в открытом виде в свой собственный ресурс. Это абсолютно легально и позволяет таким образом производить цитаты книг на вашем ресурсе. Пятый пункт – это сообщить нам об ошибке, если вы его видели на книге. Шестой пункт – забрать кусочек книги не более 10% в виде ptf файла. Седьмой, восьмой, вот этот вот целый ряд седьмого по одиннадцатый управляют масштабом воспроизведения и режимами полноэкранный или неполноэкранный. Двенадцатый пункт – это показать текст данной страницы именно в текстовом виде. Тринадцатый пункт – напечатать. Ну, собственно, это вот так вот буду указывать, не буду рисовать больше. Ну, и четырнадцатый пункт, последний – это обновить страницу. Ну, иногда надо, когда что-то на странице в изображении книги испортилось, просто ее обновить. Что еще есть при чтении книги? Есть возможность поместить цитату из книги в так называемый цитатник. Это такой вот облачный буфер, привязанный к вашему аккаунту, в котором вы сохраняете кусочки из книг для дальнейшего использования в ваших документах, например, в рефератах, в научных трудах и так далее. Соответственно, эти цитатники объединены в так называемый мастер рефератов. Ну, кому удобно, могут это делать прямо в электронной нашей библиотеке, формировать рефераты. Кто-то, кому посчитает, что ему удобно это делать при помощи офлайн-приложений, в Варде где-то и так далее. Но, тем не менее, такая вот функция есть, и ее можно использовать. Что еще у нас есть? Сейчас будут два слайда, которые у меня встречаются два раза в презентации. Ну, вот так вот, по контексту так получилось. Есть дополнительные возможности, не обращаясь к самой книге, запросить ее библиографическое описание. В чем смысл? Смысл в том, что сокращается на один клик ваша работа. Когда вы уже читаете книжку, это некая транзакция, которую вы уже сделали. То есть, вы эту книжку уже выбрали, и вы решили ее почитать. Это целое действие, которое вы должны совершить. То есть, решить, что эта книжка вам интересна для чтения, это целое большое действие. Но вы можете захотеть получить библиографическое описание, еще не решив, что вам эта книжка интересна. Для какой-то цели. Например, для цитирования, для использования где-то. И вы это можете сделать еще на предварительном экране, еще когда вы не перешли к самой книжке, а только рассматриваете ее первичные параметры. Библиографическое описание сделано с учетом стандартов библиографического описания на электронные издания. То есть, здесь есть ряд элементов библиографического описания. Зря я зачеркнул. Сейчас, наверное, очищу. Ой. Да, наверное, вот так. Ну, вот в конце описания вы видите те атрибуты библиографического описания, которые именно сопутствуют электронному изданию. Вот это библиографическое описание, оно корректное, его можно использовать в ваших работах. Особенно это удобно для студентов, ну и для преподавателей, которые не являются специалистами, собственно, в составлении библиографических описаний. Всегда удобно, когда кто-то дает корректное библиографическое описание той книжки, на которую хочется сослаться. Да, Татьяна, в ГОСТе. ГОСТ, если не изменяет память, 2002 года. Сейчас у меня этих слайдов нет, к сожалению. Будет специальный курс, который будет. Да, 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 2001, по-моему, году. Но там есть несколько ГОСТов, которые друг друга развивают. Вообще, тема библиографических описаний на электронные издания, она достаточно интересна. И, как говорят наши ведущие библиографы, не окончательно исследованы. Вот, тут есть, да, очень разные взгляды на то. Но, да, да, и противоречиво, да. Ну, я думаю, что, вот, вы знаете, уж студентам-то точно я бы советовал использовать это в рефераторах и дипломных работах. Ну, что касается более высоких работ, таких как диссертации там и так далее. Ну, наверное, надо проконсультироваться еще и у тех, кто соблюдает нормы на уровне вашего ВУЗа. Да, ну, я думаю, что, тем не менее, вот такое вот описание будет достаточно корректно. Да, ну, и для некоторых книг, к сожалению, пока не для всех. Мы это стали делать относительно недавно, но стараемся делать почти для всех новых книг. Мы публикуем список литературы книги, опять же, на этапе еще, на раннем этапе, когда вы еще не приняли решение эту книжку читать. То есть, на этапе раннего ознакомления с книгой. Ну, здесь, опять же, вы можете просто скопировать. Это тексты, их можно просто копипейстом взять и использовать для себя, для каких-то надобностей. Для чего это надо? Ну, вот, я чуть-чуть попозже расскажу о философии вот всех этих вещей. Пока просто хотел бы сказать, что это удобно. Коллеги, я не буду здесь показывать вам учебные ролики. Я в августе записал для вас два учебных ролика, посвященных чтению ВБС. Первый ролик – это ознакомительный экран. И второй, собственно, функционал ридера. Получилось почти 20 минут, поэтому мы здесь не будем смотреть столь продолжительные ролики. Но я вам очень советую, они полностью описывают функционал. Про список литературы книжки. Это ровно то, Татьяна, это ровно то, что содержится в самой книжке. То есть, это не наше творчество, это тот список литературы, который содержится в книге. Мы просто его оцифровываем и даем до самой книжки. Это, да, да, это по книжной, по книжной библиографии. Вот, его можно просто скопировать как текст. Ну, другими словами, если сама книжка представлена как PDF-файл, и в ней текстовый слой является, ну, только одним из слоев, и в него можно потом залезть и тоже взять это описание, то здесь вы это можете взять сразу, еще до того, как вы начали читать книжку. Так вот, эти ролики я вам советую. Также я советую, если кто-то из ваших студентов будет спрашивать, как пользоваться ЭБС, вот дать им эти два ролика. Это вполне достаточно для того, чтобы начать пользоваться ЭБС. Ну, хотя чтение и так интуитивно, понятно, но тем не менее, что-то надо рассказать. Вот в этих двух роликах достаточно подробно описан процесс ознакомления и, собственно, чтения книжки. Что еще преподаватель может? Преподавателю доступна... Роль преподавателя в системе, она такая промежуточная по тому, что он может, между студентом и библиотекарем, или корневым пользователем, как мы это называем. И ему доступны многие функции, ну, скажем так, некоторые функции из тех, которые доступны библиотекарю, но не доступны студенту. Ну, вот эта функция, она вообще доступна всем, и студентам тоже. Ну, на мой взгляд, это достаточно важная функция. Это формирование так называемых поисковых выборок. Поисковые выборки – это то, что вы находите поиском, а потом отмечаете и кладете в отдельную папочку, которая... ну, не папочку, в отдельный раздел вашего личного кабинета, и это становится доступным вам потом для дальнейшего использования. Вы знаете, сейчас я вот этот раздел весь пропущу, потому что я как раз хочу вам показать по этому поводу краткий видеоролик. Вот он есть здесь, вы сможете посмотреть его прямо из презентации или по вот этой ссылке. А сейчас мы его посмотрим еще и прямо здесь в вебинаре. Он не очень... всего 5 минут, не займет особо много времени. На время ролика я ухожу из эфира, остаюсь только в чате, чтобы не мешать вам смотреть. Продолжение следует... Добрый день! Меня зовут Павел Калиников, а мы продолжаем знакомиться с функционалом и интерфейсом университетской библиотеки онлайн. Тема нашего сегодняшнего видеоролика – поисковые выборки. Функционал поисковых выборок доступен всем ролям университетской библиотеки онлайн – и студентам, и преподавателям, и библиотекарям. Это один из ведущих функционалов, и мы сейчас его рассмотрим. В настоящий момент мы находимся на главной странице университетской библиотеки онлайн, и чтобы попасть в раздел поисковых выборок, выберем кнопку «Мой вуз». На появившейся страничке выберем вкладку «Мои события», и на этой вкладке выберем под вкладку «Поисковые выборки». В настоящий момент среди поисковых выборок у нас присутствуют четыре выборки. Вот они. Эти поисковые выборки были сформированы ранее в процессе поиска. А теперь я покажу, как сформировать новую поисковую выборку и поместить ее в этот раздел. На этой вкладке браузера у меня открыт расширенный поиск университетской библиотеки онлайн. Давайте что-нибудь поищем. Прежде всего я выбираю слово или словосочетание поиска. Я знаю, что я хочу найти, поэтому я выбираю слово «Скорбь». Позже вы увидите, какие книжки я пытаюсь найти. Я могу выбрать любые фильтры в расширенном поиске. В настоящий момент я выбираю фильтры по году издания. Это будет период начала 20 века. А теперь произведем поиск. Мы получили какую-то поисковую выдачу. Давайте проанализируем ее. В поисковой выдаче мы находим те книжки, которые я искал. Это несколько книжек серии «Книга русской скорби». Отметим их. Как мы видим, в момент отмечания самой первой книжки появилась кнопочка «Сохранить выборку». Вот она. Это плавающая кнопочка, которая будет сопровождать нас по мере листания списка выдачи вниз. Давайте отметим еще книжки. Мы выбрали все книжки, которые нам необходимы. И теперь мы можем нажать на кнопочку «Сохранить выборку». При сохранении выборки есть несколько вариантов. Мы можем дать имя новой выборки или выбрать из тех выборок, которые существуют. В данном случае мне хочется дать выборке новое название. Я набираю его. После подтверждения поисковая выборка добавлена. Теперь переместимся в личный кабинет, чтобы убедиться, что выборка добавлена. Чтобы выборка появилась в личном кабинете, необходимо перегрузить страничку. Теперь мы увидим, что в поисковых выборках появилась выборка под названием «Книга русской скорби». Нажимаем на нее. Появляется список из шести книг. Любую из этих книжек мы можем открыть и почитать. При необходимости мы можем отредактировать название. Удалить его. Или скачать список в виде Excel файла. Давайте я удалю выборку, чтобы привести систему в то состояние, в котором она находилась до записи ролика. Вот и все, что вам надо знать о поисковых выборках. Это простой и удобный механизм для сохранения сведений о интересующих вас книжках в ваш личный кабинет. Спасибо за внимание. Встретимся в новых роликах. Надеюсь, у вас ролик не сильно утомил. Он был достаточно короткий. Давайте пойдем дальше по нашей презентации. Есть моменты, связанные с индексом цитирования, которые могут быть интересны преподавателям в нашей ЭБС. Сам индекс цитирования – это всего лишь информация, которую мы берем, не самостоятельно, разумеется, собираем. Берем и импортируем данные с сайта и лайбрери. Есть такой интерфейс, который позволяет собирать оттуда данные автоматически, API так называемый, при помощи него. Надо знать несколько вещей. Кроме, конечно, самого информирования, есть еще и некоторые другие вещи, о которых я вам расскажу чуть попозже, которые показывают нашу философию цитирования. А пока рассмотрим технические вещи. Прежде всего, для того, чтобы у вас, как у преподавателя, нормально отражался ваш индекс цитирования, вам надо обеспокоиться тем, чтобы при регистрации, делаете ли это вы или это делается руками библиотекаря, полностью и корректно было записано ваше фамилии и имя отчества. Если нет, то, соответственно, не сможет произойти нормальное взятие информации с сайта и лайбрери. Ну, вот тут я для примера ввел в наш тестовый сайт Нобелевского лауреата Абрикосова Алексея Алексеевича, ну, с тем, чтобы был какой-то достойный ринз, на который можно посмотреть и порадоваться, скажем так. Ну, вот после регистрации вы появляетесь в... у вас появляется личный кабинет, заполненный полностью, и появляется вот такая вот кнопочка, точнее ссылочка, которая называется «Показатели ринз». После того, как вы на нее нажимаете, у вас в личном кабинете появляется вот эта вот информация. Эта информация... ну, это основные пункты. Большая часть пунктов, которые присутствуют на сайте и лайбрери в ринзе, наиболее важные, это число публикаций, индекс Хирша, суммарное число цитирований и так далее. Ну, в общем, все то, что обычно нужно в вашей работе и о чем вы должны знать. Ну, вот, например, вот тут у Нобелевского лауреата 24 индекс Хирша. Мало у кого из нас такой индекс может быть, да? Ну, хочу заметить, что тут вот на самом деле у него индекс за 60. Просто наша система исчисления публикаций, я имею в виду не университетскую библиотеку, а самую лайбрери, она не до конца еще умеет находить все ссылки и не все еще ей доступно. Ну, тем не менее, вы знаете, что мы имеем дело с тем, с чем имеем дело, и, соответственно, именно эту информацию мы и используем. Ну, и есть вот тут такой нюанс. Спин – это ваш ID в системе и лайбрери. Он в большинстве случаев не нужен, но, однако, он может быть нужен, когда у вас в системе есть и лайбрери, в ринце есть ваши полные тезки. То есть те люди, у которых фамилия, имя и отчество полностью буква в букву совпадают с вашими. В этом случае при интеграции этих систем может произойти следующее. Может произойти импорт данных от первого встреченного человека с этим фамилией, именем и отчеством. Вот тогда вам надо отредактировать свой спин, то есть вставить сюда в специальное окошко ваш номер, который вы знаете из лайбрери, и тогда ваш индекс цитирования в университетской библиотеке онлайн обновится и станет корректным. Но, конечно, вот это вот информирование вас о ринце – это не главное. Главное – это, собственно, создание такой площадки, в которой можно цитировать и быть цитируемым. Да, то есть, причем делать это эффективнее и быстрее. Собственно, вся интернет-структура, информационные технологии, они нас приводят к тому, что информационный метаболизм с каждым годом все возрастает и возрастает. И то цитирование, те задержки в цитировании, которые были присущи бумажной литературе середины XX века, ну и дальше, в XIX веке, вот там этот информационный метаболизм был, условно говоря, слабым, маленьким, и все длилось годы. В наше время желательно, чтобы все происходило гораздо быстрее. Мы знаем, что вот, например, в социальных сетях, в которых мы общаемся, все происходит в течение минут, и все связи реализуются, и все ссылки реализуются. Да, ну, конечно, социальные сети – это не научная литература, это совсем другой способ, но мы, как представители человечества, потребляющие эту информационную услугу, привыкаем к вот этому повышенному информационному метаболизму. Соответственно, мы хотим, чтобы и в нашей профессиональной деятельности все происходило как бы побыстрее и поэффективнее. Вот электронная библиотечная система – это один из путей сделать вот это вот пространство взаимного цитирования более эффективным. Во-первых, сначала вы, как автор, получаете возможность гораздо быстрее и с меньшими затратами опубликовать свой труд. Потом другие люди, которые читают ваш труд, получают возможность быстрее до него добраться, быстрее его почитать. Соответственно, быстрее использовать ваш труд в своих собственных трудах и указать там ссылку на вас. Ну, если они снова ее опубликуют электронным образом, соответственно, ваша ссылка быстрее попадает в научный оборот, и становится достоянием, в конце концов, достоянием Ринца, которому мы передаем данные из нашей библиотеки. И вот этот вот научный оборот, он начинает быть более быстрым. Создание вот этого, этой фабрики цитирования, не в плохом только смысле, а в хорошем, да, то есть в смысле эффективности и стандартизации. Вот это и есть наша позиция по нашей работе с преподавателями, авторами контента. Ну, здесь, да, вот здесь слайд, который я взял у нашего руководителя Константина Костюка, да, он, я бы, наверное, не рискнул использовать слово окружить преподавателя со всех сторон, но я думаю, что он использовал это в хорошем смысле, а не в плохом, да, окружить заботой в смысле. Вот, то есть сначала предоставить нужные книги для чтения, потом предоставить платформу для публикации и помочь продвижении индекса цитирования, в конце концов. Да, ну вот здесь на следующих слайдах как раз примерно об этом и говорится, о чем я вам рассказал на первом слайде. То есть вот такой вот круговорот цитат в электронной библиотеке происходит. Ну и да, и вот тут я хочу снова привести вот эти два слайда, о которых я говорил, про библиографическое описание и про список литературы. Вот вынесение этих сервисов на предварительный этап ознакомления с книгой, он позволяет как раз повысить вот этот вот цитатный метаболизм. То есть чем ближе вы находитесь к возможности взять библиографическое описание или список литературы, тем больше вот этот вот метаболизм, ссылочный метаболизм. И это на наш взгляд хорошо, это помогает не только вашему продвижению в ринце, но и вообще помогает использовать электронную литературу в нормальном режиме активного цитирования. Что еще есть для преподавателя? Преподаватели могут в своем личном кабинете добавить видимые для своих студентов базовые учебники, если они считают это нужным. Ну вот, например, наш условный нобелевский лауреат, в своем, используя свой личный кабинет, добавляет какой-то базовый учебник при помощи вот этой вот кнопочки. И на следующем кадре мы видим, что этот учебник, в данном случае это физико-конденсированного состояния, он добавлен уже. Что еще? Книгообеспеченность. Книгообеспеченность, как правило, это головная боль библиотекаря. Но и не только его. Традиционно книгообеспеченность, она создается и снизу посредством предоставления сведений со стороны преподавателя, и централизована, то есть сверху, со стороны библиотекаря, который ограничивает круг допустимых книг тем, что есть в наличии. Это Татьяне, да, я надеюсь, она понимает то, о чем вы ее просите. Мы в настоящий момент предоставляем возможность работать с сервисом книгообеспеченности как библиотекарям, об этом был отдельный вебинар, посвященный книгообеспеченности, так и преподавателям. Почему? Ну, именно потому, что первичная информация должна исходить именно от преподавателей. Поэтому я очень вкратце расскажу о нашем сервисе книгообеспеченности. Наш сервис книгообеспеченности, он в настоящий момент является таким достаточно продвинутым. Спасибо. Спасибо. Достаточно продвинутым, и он основывается на двух фактах. Конечно, можно всегда сделать сервис, который вначале полностью пустой, а потом вы по одной книжечке ищете и добавляете эти книжечки. Но мы предлагаем использовать некую первичную наполненность, которая состоит из двух интеллектуальных актов. Значит, первый интеллектуальный акт – это то, что наши библиографы находят среди почти 100 тысяч книг нашей электронной библиотеки те книги, которые, как они считают, подойдут именно вашему ВУЗу в вашей книгообеспеченности. А второй акт – это мы публикуем данные о тех ВУЗах, которые уже использовали данную книгу в книгообеспеченности, в тех направлениях подготовки и для тех дисциплин, которые вас интересуют. Выглядит это примерно так. Зайти в книгообеспеченность можно через цепочку «Мой ВУЗ». Высвечивается вот это вот окошечко с вкладочками. И вот на вкладке «Мой ВУЗ» есть такая строка, которая называется «Книгообеспеченность». Вот здесь хранится изображение всех ваших книг, которые выбраны туда. И, как я уже говорю, первоначально там есть некий задел, который можно использовать. Давайте я не буду говорить об этом. Посмотрите профильный вебинар на нашем ютубовском канале. Там подробно. А так сейчас это получится профанация. Говорить о… Просто покажу вот такой вот интерфейс сервиса книгообеспеченности. Ну и последнее, что хочу показать. Это вот этот рекомендательный способ, когда зелененьким подсвечиваются, зеленым фоном подсвечиваются те книги, которые являются рекомендованными некоторым набором ВУЗов. В настоящий момент мы используем данные из 50 ведущих ВУЗов России для того, чтобы вот эта вот зелененькая подсветка была наиболее для вас информативна. Ну и наверху вот здесь… Чуть-чуть криво нарисовал. Наверху вот здесь вот стоит число, в данном случае 4, может быть 12 или 30. Это сколько ВУЗов из вот этих 50 порекомендовали эту книжку в аналогичной ситуации. Ну что ж, коллеги, по книгообеспеченности все. Кто хочет подробнее, еще раз вас отсылаю к тому вебинару, который был проведен. И даже не к нашему вебинару, который несколько дней назад состоялся, а к предыдущему, в котором принимал участие не только я, но и Константин Николаевич Костюк. И очень подробно и хорошо было рассказано о самих принципах построения книгообеспеченности. Следующий момент. Вы преподаватель и вы хотите понять, как работать с нашей ЭБС. У вас есть вопросы, у ваших студентов есть вопросы, вы не знаете, куда этих студентов отсылать. Поэтому пару слов о тех информационных каналах, которые позволяют вам снять проблемы с нашей системой, если они возникли. Ну, первый, самый простой канал, это наш учебный канал на YouTube, о котором я много уже говорил. В начале нашего чата я дал на него ссылку. Пожалуйста, заходите на него, а еще лучше подписывайтесь, чтобы вам приходили обновления. Ну, вот наш русский подход, это всегда такой, да. Если ничего больше не помогает, обратитесь к инструкции. Я все-таки вас призываю сначала обратиться к инструкции, в данном случае к тем видеоинструкциям, которые у нас есть. Они охватывают большую часть интерфейса, который есть в нашей системе. Как правило, я пишу эти ролики учебные. Вот, в соответствии с совершенно новым состоянием нашей системы и функционалом, в настоящий момент примерно половина роликов записаны. Остальная половина, она слегка устарела, но в ближайшее время будет мной заменена на новое. Ну, в частности, по книгообеспеченности планируется следующий ролик. Так что, вот, прошу любить и жаловать. Да, ну, а вот здесь показаны четыре уровня информационных каналов. Первый – это как раз вот учебный канал на YouTube. Второй, вторым вы сейчас пользуетесь, это посещение наших вебинаров. Ну, вебинары у нас как бы вообще начинали мы там с трех-четырех вебинаров в полугодие. И вот сейчас мы решили, что это настолько эффективный способ, что мы проводим за осень и начало зимы 45 вебинаров по разным направлениям. И, надеемся, они вам понравятся. Третий уровень – это, ну, просто техподдержка, в которую вы можете всегда обратиться. Ну, и последний уровень – это персональный менеджер. Если ничего не помогло, ничего, что-то не работает, и даже техподдержка почему-то не помогла, это персональный менеджер вашего вуза, который обязан разрулить все проблемы, которые с вами возникают. Учебный портал, я уже ссылочку давал, больше давать не буду, ну, я надеюсь, вы ее использовали для того, чтобы подписаться. На нашем учебном портале есть, или как в стиле YouTube, это называется, учебный канал, да, канал на YouTube. Есть несколько плейлистов. Плейлист – это нечто вроде папочки, ну, скорее это напоминает слово тег, а не папочка, потому что в разных плейлистах могут пересекаться те ролики, которые есть на канале. Есть несколько плейлистов, в том числе один из плейлистов посвящен только проблемам интерфейса и функционала электронной библиотечной системы нашей. Ну, и второй важный для вас плейлист – это записи тех вебинаров, которые мы ведем. Мы стараемся все вебинары записывать и потом класть на YouTube для дальнейшего использования. Поэтому вот эти две папочки вы можете использовать не только для себя, но и давать эти ссылочки вашим студентам, если им что-то непонятно. Ну, еще есть ряд интересных плейлистов. Ну, в частности, плейлист «Профессиональная разработка учебного контента» и вот плейлист, который я веду – это «Практикум автора учебного контента». Это немножко в стороне от проблематики ЭБС, но это для тех преподавателей, которые хотят создавать качественный мультимедийный интерактивный контент. Там есть достаточно много интересной информации. Вебинары, не буду больше о них говорить, сказал, да, важная, интересная, прогрессивная, интерактивная форма удаленного обучения. Техподдержка, в которую можно обратиться несколькими способами, просто по e-mail, задать вопрос по кнопке «Задать вопрос». Помните, я говорил, что на каждой странице нашего курса есть такая кнопочка, на которой вы нажимаете, и открывается вот такая вот формочка. Ну, такая или немножко другая версии программного обеспечения, которые поддерживают техподдержку, меняются, поэтому могут быть немножко различия. Ну, смысл в том, что вы себя указываете и сразу пишете ваш вопрос. И если вы делаете это неглубокой ночью, то у вас есть реальный шанс сразу же получить ответ в чате. Ну, и последний способ, а может быть для кого-то это первый, это, кто любит больше разговаривать, это телефон, бесплатный телефон нашей техподдержки, по которому вы можете получить ответ устным образом. Ну, и последний, это персональный менеджер, к которому можно обратиться изнутри вашего кабинета. Там есть телефон и электронный адрес вашего персонального менеджера. Да, это немножко устаревшая информация, забыл стереть, к сожалению, этот слайд. Отдельный вебинар у нас будет посвящен электронному обучению, но сейчас хочу пару слов сказать, что у нас есть система дистанционного обучения, в которой вы можете стать автором электронного учебного курса. Что такое электронный учебный курс? Это курс, который используется в дистанционном обучении или в электронном обучении, или сейчас, как говорят, в онлайн обучении. То есть контент более продвинутый по своей структуре и функционалу, нежели просто учебник. Вот сейчас больше ничего об этом говорить не буду. Приходите на тот вебинар, который будет посвящен электронному обучению. Этот вебинар будем вести мы вместе с Юрием Николаевичем Белоножкиным, который, собственно, и ведет нашу систему ЛМС. Я думаю, что мы вам более подробно расскажем. Ну, да, и пользуясь случаем, хочу, раз уж мы говорим об электронном обучении, хочу вас пригласить на свой курс, который состоится уже 18 октября, онлайн-курс. Вот ссылочку на промо-страничку я вам сейчас в чате приведу. Если кому-то будет интересно, милости просим. Вот, курс состоит из 12 тем, 72 академических часа, 10 вебинаров двухчасовых, более 200 примеров учебного видео и учебных видеороликов. Ну, если кому-то интересно, еще раз говорю, долго не буду себя рекламировать, но считаю, что учебное видео это очень интересное. Для современного преподавателя направление деятельности. Ну, и теперь в конце вебинара хочу рассказать о двух открытых проектах Директ Медиа. Проект арт-портал это, ну так, если просто говорить, это галерея. На самом деле это гораздо больше, чем галерея, но самое главное в ней, конечно, это произведение искусства в виде изображений, которые можно удобно искать, которые можно как-то агрегировать, которые можно смотреть, которые можно забирать в виде файлов, использовать потом у студентов в рефератах, в ваших системах. То есть это такое подспорье для иллюстративной базы учебного процесса. Я вот отношу эти два открытых проекта все-таки к учебным, к образовательным проектам, именно потому, что они обеспечивают дополнительным контентом учебный процесс. Ну, кроме того, что просто приятно по ним ходить и смотреть то, что на них есть. То есть современный человек, современный студент, преподаватель, ну кто угодно в информационном пространстве является всегда немножко билд-редактором. Вот есть такое выражение газетное, билд-редактор, это тот, который всегда может подобрать адекватную иллюстрацию для того, что он хочет сказать словами. Это очень важно, потому что современный контент без иллюстративной базы почти уже не существует. То есть когда, если вы пишете очень длинные и много и не можете подобрать никакую иллюстративную базу, то, скорее всего, у вас никто не прочитает, ну разве что под угрозой не получить зачет. То есть использование иллюстративной базы это та компетенция, которой мы все должны в настоящее время пользоваться и уметь пользоваться. И вот наш арт-портал это как раз один из ресурсов, которым можно пользоваться вот для поиска иллюстративной базы. Ну несколько параметров, да, более 64 тысяч изображений, сейчас уже, по-моему, больше гораздо. Более 5 тысяч авторов этих изображений, более 3 тысяч музеев, в которых это все хранится, отражены на арт-портале. Жанры, стили, не буду говорить, это все практически жанры, все стили. Ну и отдельно хотел бы сказать о той части арт-портала, к которой я имею непосредственное отношение. Это так называемая арт-отека, это подписной сервис, ну есть там и открытые, полностью открытые проекты. Сейчас я вам несколько ссылочек кину, чтобы вы представляли себе, что это такое. Арт-отека это, в отличие от арт-портала, который представляет из себя площадку для поиска информации, это законченные проекты об одной теме. Проекты выполнены в виде так называемых лонгридов, то есть длинных страничек, ну или иначе говорят веб-докюментарий, есть еще такое понятие для сильно иллюстрированных лонгридов. Лонгрид это просто длинная страничка, длинная и хорошо структурированная страничка в интернете, в которой есть мультимедиа, есть интерактивные элементы. То есть такая длинная страница, которая не заставляет ее сразу покинуть, потому что там просто длинный текст, который надо долго читать. Вот за счет структурированности решается вопрос объема. Вот так вот наши проекты, арт-отечные проекты, это как раз такие страницы. Я вам сейчас приведу несколько примеров, кину несколько разных страничек, которые находятся в открытом доступе. Ну вот, это один из наших проектов, это образ Иисуса Христа в европейском искусстве. Там около 500 различных картинок приведено. Ну, правда, они не все на одной странице, они встроены в специальные интерактивные оси времени. Вот, ознакомьтесь с ним. Есть другой тип нашей арт-отеки. Это те странички, которые посвящены определенным музеям или определенным художникам. Они соответствуют нашим книжным альбомам, которые издательство Директ Медиа выпускает совместно с издательством Комсомольская правда. Это такой более традиционный формат, там интерактива почти нет, но зато там все картинки представлены прямо на самой страничке. Ну и последний формат, с которым я хотел бы вас познакомить, это вот такой формат, чисто интерактивный. Здесь его представляет проект арт-отеки, который называется «Явление Христа народу». Да, да, вот те ссылки, которые я вам привожу, это открытые проекты. Есть и много еще других. Ну, в принципе, это подписной сервис. Сейчас уже количество таких страниц к 30 приближается. Вообще мы публикуем новый проект каждые две недели. И будем этим продолжать заниматься. Вот, ну, пока сможем. Короче говоря, последний лонгрид хотел бы вам предложить. Вот, он чисто интерактивный. Вы можете посмотреть в суперкачестве картину «Явление Христа народу», которая позволяет вам разглядеть всех персонажей, даже самых мелких, к каждому из них получить информацию о писании и ко многим из них получить еще и дополнительную информацию в форме эскизов к этому произведению. На мой взгляд, вот это достаточно удачный наш проект. И вот, посмотрите, как он выполнен, при помощи каких интерактивных элементов. Ну, хватит, наверное, об ортотеке. Да, ну, вот тут вот один из примеров интерактивности – это ось времени, на которой изображены произведения. Например, в каждой главе вот первого примера, который я привел, есть вот такая ось времени, где вот здесь отображается, время, и здесь проставлены отдельные произведения, которые появились в том или ином году. Это можно все листать вперед и назад по осье времени, переходить и смотреть это изображение. Ну и потом, кликая по самой картинке, можно переходить уже на арт-портал и оказываться в месте, где можно эту картинку посмотреть в увеличенном виде. Вот. Ну и второй проект «Энциклопедиум» – это энциклопедический проект. Сейчас вот его, ссылка на него, как выглядит. Это выборка тех изданий из нашей электронной библиотечной системы, которые подпадают под статус энциклопедий, справочников или словарей. Вот. И вот его мы вытащили в отдельный открытый проект, и им тоже можно пользоваться совершенно открыто. Ну, в большинстве своем там хранятся либо текстовые, либо PDF издания. Более тысячи их там сейчас находятся. Ну, полтора миллиона немножко завышено, но, наверное, около миллиона там точно есть словарных статей. Вот. Можно это все. Да, вот такая вот трехуровневая система навигации через оглавление, тетрады, название статей и переход к самой статье. Есть релевантный и удобный поиск. Использование сниппетов при поиске, как в Яндексе или Гугле. Ну, и удобная читалка PDF, если это PDF издания. Собственно, все, что я хочу сказать по этому поводу. Там приходите, посмотрите. Там достаточно много интересной справочной литературы. Коллеги, ну вот наш час исчерпан. Спасибо вам за внимание. И я жду ваших вопросов, если они возникнут. Да, спасибо, Татьяна. Мне самому нравятся наши вот эти открытые проекты. Я с удовольствием принимаю участие в их проектировании и конструировании. Вот. И, кстати, если вам интересно, как создавать такие проекты, вот тот самый плейлист на нашем YouTube, который посвящен авторству, электронному авторству. Он там поясняется, как использовать те интернет-сервисы, при помощи которых это все создано. Коллеги, вам тоже спасибо, что вы сегодня пришли. Я надеюсь, что вы провели сегодня время не зря. Вот. Узнали что-то новое для себя. Ну что ж, коллеги, если... Да, вам тоже спасибо. Если вопросов нет, я, как всегда, пять минут еще остаюсь в чате, а из эфира ухожу. И жду вас на наших новых вебинарах, которые буду вести и я, и другие наши спикеры, которые ничуть не хуже меня, а, может быть, даже и лучше. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok